Я видел счастливого человека, заветная мечта которого осуществилась так очевидно, который достиг цели в жизни – помочь им то, что хотел, который был доволен своей судьбой, самим собой. Ярослава Бирюкова может вполне считать себя счастливым человеком. По крайней мере сейчас, в момент пройденного ЕГЭ по литературе. А как иначе, сто баллов, есть чем гордиться. Она говорит, что это не только знание, но и элемент везения. Но тому, кто не учил, и удачи не поможет. Спокойная и рассудительная Ярослава в день сдачи экзамена сильно нервничала. Как сказала сама, был вакуум в голове и вокруг. И в тот момент, когда организаторы сказали проверять бланки и кимы на ошибки, и когда они сказали заполнять бланки регистрации, все, что делала я, это читала вопросы и смотрела, что же мне там досталось, потому что я безумно боялась. И вот несколько часов работы. Привести пример стихотворения, сделать анализ части произведения, ответить на вопросы по мертвым душам и еще, и еще. А после несколько дней ожидания. И звонок из школы. Когда мне позвонил классный руководитель и дала трубку учитель литературы, и мне сказали, что у меня сто баллов, я просто, я молчала, и они до мной смеялись. Она мне три раза сказала в трубку, вы шутите, я говорю, да нет, правда, все, сто баллов. Я абсолютно не ожидала, что у меня будет сто. Я же даже на 90 не рассчитывала. Молодец, молодец. Ивета Георгиевна Беглярова, учитель русского языка и литературы, и Людмила Николаевна Филимонова, классный руководитель, также вспоминают эту сцену со звонком. А еще учебу. В школьных подшивках 11-го А хранится множество грамот и дипломов. Часть из них на имя Ярослава Бирюковой. Учителя всегда гордились своей ученицей. В журнале пятерки, а в местной газете статьи об успехах, которые стали возможны благодаря преподавательскому подходу, в том числе и к литературе. Как отмечают сами ученики Иветы Георгиевны, она имеет нестандартный подход к своим урокам. Что мы с ними делаем на уроках литературы, для меня это естественно. То есть я не могу сказать, что я там что-то придумываю, выдумываю, нечто выходящее из рамок нормального, возможного. И что специально делаю какие-то там нестандартные уроки, нестандартные задания. Нет, просто я делаю то, что мне кажется нормальным и естественным для того, чтобы было интересно изучать литературу. Любовь учителя к своей работе или любовь ученика к литературе? А может, все вместе ведет к таким высоким результатам? Впереди институт, какой пока не решено. Но то, что Ярослава будет филологом, это точно. Так она сможет сделать творчество своего любимого поэта Александра Блока частью работы. В соседнем доме окна желтые. По вечерам скрипят задумчивые болты. Подходят люди к воротам. Игнуха заперта в ворота. А на стене, а на стене недвижный кто-то, черный кто-то, людей считает в тишине. Екатерина Чернышева, Евгений Петров, Видное ТВ.